привет мои дорогие у нас сегодня сейчас начинается группа и ведьмовская метла от порчи для себя и дома и перед тем как перейти вообще непосредственно к метле и к ритуалам связанные с метлой мы девочки с вами немного поговорим о мастере маргарите я вам советую всем прочитать этот роман почему потому что там очень много всего ведьмовского он полностью ведьмовской полностью понимаете он настолько напичкан всеми этими знаками он напичкан даже теми же диалогами там каждое каждое слово каждое какое-то выражение она в принципе каждая ситуация каждый сюжет просто реально это это то что повторяется в нашей реальной жизни когда мы занимаемся магией понимаете и даже вы сможете найти для себя очень много ответов на волнующие вас вопросы когда вы делаете ритуалы как говорится стоит ли стоит только магии начаться и и уже ничем не остановить кстати это слова из мастера с маргариты в общем там классика превращение женщина за 30 ведьму и многое похожее про их у происходит в жизни проснувшийся ведьм да возможно вы увидите себя в этом романе котики когда маргарита садилась на метлу она мазала свое тело специальным кремом дорогие мои которые дал ей азазела кто такой азазела это рыжий демон там даже так и говорится и кстати там очень много таких фаз черт побери черт побери или черт возьми или вот вы когда будете читать особенно когда вы занимаетесь магией да вы вы реально увидите насколько это ведьмовской роман насколько это ведьмовская книга в общем кстати в малом ключе соломона азазель это падший ангел демон и в частности демон пустыни да и само имя азазель лишь такое позднее какое-то имя этого персонажа да так кстати в ряде всяких текстов которые можно даже встретить там в интернете сейчас девочки до в старинных каких-то он выполняет функции нахаша нахашка такой нахаш это змей искуситель и кстати я вот тут перед скинула вам болтал очку до болталку перед группой где я вам говорила про адама и еву там основываясь на комментарии и как раз таки там был была у нас тоже немного поднята тема змеи искусителя до который дал яблочко apple дал apple еве девочки она его надкусила их изгнали из рая и кстати у этого нахаша змеи искусителя функции промык прометея да то есть тот же азазель это тот же прометей только почему-то азазеля считают что это просто какой-то рыжий негативный демон а прометея это хороший бог который дал огонь так вот это одно и то же это одно и то же и теперь мы с вами поговорим про крем к метле когда маргарита садилась на метлу у мастера маргарита она на голое тело ей сказали раздеться полностью и ждать звонка да а потом метла сама к ней подскочила щетка как говорится половая к ней подскочила после того как она намазалась волшебным кремом и мы с вами немного воссоздадим этот крем азазела правда если честно там в этот крем девочки до его реально тяжело и трудно готовить да но для обычной жизни те ингредиенты про которые вообще говорится вот кстати в мастере маргарите про эти ингредиенты не говорится но но они есть в общем но мы с вами сделаем такой вот частичный который я делаю каждый год девочки каждый год один раз в год нет я не делаю это постоянно я делаю именно это летом когда мы можем ходить раздетыми раздетыми заметьте до лета когда на нас минимум одежды все открытые участки тела когда я могу как говорится голой обнаженные походить я готовлю этот крем и все время меняю один ингредиент сейчас я вам расскажу какой и там много чего не хватает именно для того чтобы вообще он такой супер волшебный был почему там не хватает да потому что я не хочу пока еще подниматься вверх девочки в прямом и переносном смысле этого коль слова там в общем в книге мастера маргарита крем идет в золотой коробке и делает на 10 лет моложе кожа у маргариты светится настроение прекрасные густые брови и глаза у нее там после этого крема зазеленели да мы с вами воссоздадим этот крем азазела но в нем не будет хватать нескольких ингредиентов так как наша группа защита девочки и крем будет у нас защитный без дополнительных функций так как они требуют ну реально большого времени и затрат на самом деле так что будем делать такой простой основной крем девочки а потом когда вы если кто-то проснулся кто-то не проснулся давай когда вы будете мазаться вот даже вот этим кремом вы будете осознавать какие элементики туда добавить для себя понимаете потому что когда азазела давал крем маргарите он использовал привлечение и дал этот крем для любовной магии чтобы призвать мастера понимаете в принципе у нас немного другой крем у нас крем девочки будет защитный так давайте еще про зазела поговорим да нравится мне этот герой причем я вам даже скажу много может 15 лет тому назад да у меня например были мои мои визитки и на них тоже было написано азазель девочки у меня даже интернет-почта называлась азазель и на визитках то тоже это было написано ладно азазела это булгаковский такой перевод ветхозаветного имени азазель так зовут отрицательного культурного героя ветхозаветного как апокриф по моему называется да и ног который написал книга еноха это падший ангел который научил людей изготовлять оружие и украшения и благодаря азазелю женщины освоили блудливое искусство как это называется в кавычках блудливое искусство раскрашивать лицо то есть мейкап пошел от азазеля от падшего ангела но обратите внимание что мейкап делает нас действительно моложе девочки если это правильный мейкап про правда я не некоторые говорят не надо краситься вообще некоторые говорят наоборот надо краситься я вам скажу что я крашусь и много крашусь но у меня все влияет от того что кем я хочу быть да если я хочу быть играю игру молоденькой девочки то я например рисую только стрелки сверху только верхнее веко как-то подчеркиваю какие-то дефекты кожи тональными всякими убираю там румянцы все остальное то есть вы можете играть то есть если кто девочки не красятся попробуйте тут очень всего много чего интересного причем даже когда вот женщины за 60 до они делают себе короткие стрижки перестают краситься потому что то глаза чешутся от аллергии то еще что то еще что короче но когда ты ее накрасишь а я как а я люблю так знаете визажем немного заниматься хотя в принципе знаете я всем люблю заниматься но девочки это я не профессиональный визажист возможно где-то я где-то могу что-то подпорчит но подпортить даже но основная идея в чем эти красные губы девочки вот просто накрасьте губы красным цветом обратите внимание когда вы увидите на улице что как на вас будут смотреть люди а те же стрелки на глазах девочки стрелки это вообще сила сильная так что даже если кто-то не не красит глаза не красят стрелки купите девочки какой-нибудь лайнер для глаз подводку какой-нибудь подгон на глаза посмотрите какие вы клёвые будете я например in glot использую косметику in glot подводки фирмы in glot почему in glot потому что в черной упаковке красивый а во вторых она водостойкая и держится и не капает и короче класс ладно теперь мы с вами поговорим дальше а за зелла передает маргарите крем волшебным образом меняющий ее внешность то есть он делает что ее моложе и вторая это второе это это любовный был у него крем то есть для того чтобы маргарита встретилась с мастером и для того чтобы маргарита стала ведьмой понимаете для того чтобы мир волшебным образом вокруг нее изменился надо было просто намазать кремом ее голое тело и мой рецепт ведьмовского защитного крема именно защитного сейчас да это именно защитные ингредиенты сейчас будут из других ингредиентов кстати там но это я вам так магний девочки идет гуалуроновая кислота жир определенного животного не всех это не просто такой жир который мы непонятно где берем да это с вами обсудим позже кого заинтересует эта тема так и так нам понадобится и так для защитного крема нам понадобится девочки сначала перед тем как расскажу что у меня тут на видео нам надо детский крем любой который вам нравится но с изображением ребенка солнца лисички лежи это приветствуется желательно чтобы он был жирненький почему детский крем да потому что очень часто в интернете можно увидеть что этот крема за зала которые используются для ведьм что они его готовят из то крови младенцев то с жира младенцев то еще кого-то да но на самом деле зачем вот этим именно пользоваться когда мы с вами можем просто подсоединиться до в том-то и суть магии нам не надо брать конкретно какие-то такие вот предметы ужасные какие-то вещи для того чтобы сделать этот волшебный крем мы берем девочки детский крем потому что как раз таки детский крем покупают для деток ими мажут деток и одновременно пока мамочки мажут деток кремом мы ведь мы тоже мажем все тем же детским кремом и добавляем туда свои какие-то дополнительные ингредиенты второе нам нужна полынь трава свежая либо сухая на водке можно настоять 28 дней либо больше и в темном месте хранить это все пачка полыни вот она смотрите девочки у меня такая вот пачка полыни горькой трава 50 грамм на бутылку водки потом фильтруем жмых через марлю жмых выбрасываем и добавляем туда масло инфирное сандал добавить по пару капель в настое получается супер лосьон для лица и можно мазать ватным тампоном тела либо как я например знаете чтобы с ватами не заморачиваться я просто себе на ладошку лью этого настоя да и просто обтираю так вот тело вот как водка при температуре себя обтирают до то же самое обтираемся вот этим полным настоем это если вы не хотите чтобы ваше тело было жирное при использовании крема в общем а летом когда мы раздеваемся заметьте раздеваемся когда мы оголяемся и когда мы можем по квартире по дому ходить голыми причем нам будет комфортно это не будет холодно зимой поэтому раз в год я это делаю только у меня то полынь только штан девочки то чистотел да то есть каждый год я меняю наполнение и так как у нас сейчас группа защиты полынь девочки у меня тоже полынь и вот вы видите мисочку тут у меня масло оливковое с полынью то что я настаиваю сейчас в общем мы берем масло оливковое и сме можно масло оливковое с добавлением подсолнечного масла там всякие такие масла уже сейчас продают я беру extra virgin просто оливковое масло и смешиваю с травой полыни свежей или сухой девочки можно смешивать кто любит со свежей там немного другой аромат идет да когда мы смешиваем с сухой полынью уже аромат другой то есть там этого сока нету нагреваем на водяной бане в стеклянной бутылке процеживаем настаиваем по подольше сутки двое добавляем растопленное масло шеи девочки вот она стоит я его еще не добавляла она вот такой вот беленькая масло шеи кому-то нравятся кокосовые масла да еще всякие такие вот продаются девочки масло шеи это что-то божественное просто что-то божественное поэтому я вам тоже советую переливаем все это в стеклянную баночку с крышкой она загустеет и можно мазаться только не забудьте удалить жмых я под добавляю побольше травы чтобы такой сильный был концентрат и и на меня обычно уходит пачка то есть я не мелочусь и для крема если вы в принципе не хотите использовать масла можно просто смешать базу детский крем в некоторых источниках как я говорила да говорят что для вечно молодящего крема нужны младенцы совсем нет достаточно крема для детей и девочки и в тот момент когда эгрегор мам и детей когда мамочки мажут копки своим деткам кремом да мы мажемся нашим ведьмонским детским кремом адренохром добывать не нужно мы его сами вырабатываем ведьмочки мои в общем с настоем полыни и сандалом либо масляной эссенцией добавляем масла ши ставим в холодильник пользуемся на полнолуние часто не нужно либо тогда когда вы просто кожи чувствуете что неплохо бы намазаться таким кремом и так как мы можем ходить походить остыть подышать кожей голенькие походить в теплое время летом девочки почему нет потому что мы на улице ходим еще как говорится полураздетая да нам жарко как раз таки вот этими кремами прикольно и хорошо пользоваться именно летом причем летом на нас светит солнце ну тут есть такие моменты с солнцем связаны так а вообще лучше всего конечно мазаться именно в полнолуние девочки потому что в полнолуние когда мы раздеваемся полностью до гола мажемся вот эти например принимаем ванну какую-нибудь очищающую до солью с черной с белой либо кто-то просто с морской с травками все остальное потом за милую душу намазаться одеться вот в этот кремик с полынью девочки и когда вы занимаетесь магией девочки обязательно принимать внутрь магний и витамины группы b дело в том что при магической работе наша энергия тоже иссякается и дело тут нужно напитывать а когда мы магичем у нас расход идет магний витамина b6 и b12 поэтому надо это восполнять и желательно чтобы вы пили магний b6 витамин b12 отдельно можно пить до это все что нужно и также в перерывы между этими витаминами на убывающую луну девочки мы пропиваем курс витамина е именно на убывающую ну просто покупайте себе витамины группы е такие желатинки у кого что можно капсулы любых витамин пить то если вы пропиваете просто витамины хорошо но обратите внимание что если у вас падает такая энергетика и вы понимаете что вы иссохлись иссякли да и и очень много кстати вопросов по этой теме что вот у меня не хватает сил для того чтобы девочки вам хватало сил когда я чувствую что у меня как-то что-то что-то у меня все иссякает я понимаю что мне надо отдохнуть там три дня я в эти три дня пью витамины магний b6 b12 а когда я устаю как говорится магичить на убывающую луну я не пью не не b6 не b12 я пью витамин е мне это помогает это делать знаете химические элементы которые нужны а почему витамин е девочки да когда на убывающую луну получается у ведьмы есть два лица до 1 такой как у паночки свею одно такое молодое красивое потом она превращается в старуху и это не зря это все происходит потому что когда ты магичишь идти но ты должным образом не восполняешься да это первый сигнал для ведьмы когда она понимает что она начинает выглядеть как старуха надо пить на убывающую луну витамин е а для того чтобы ты хорошо магичила в любое время тебе надо пить витамины группы b6 b12 девочки и магний магний но это самое такое основное дальше при работе со стихией огня в магии нужно пить воду именно девочки воду потому что при работе со свечами с огненной стихией мы испаряем не только воду с тела до сколько нам нужно восстановить водный баланс баланс водной стихии то есть именно воду пить но я например воду добавляю некой настойки девочки которые например мне нужны для тела да там что-нибудь с конским каштаном могу себе пару капель вот не нравится добавлять да можно какой-нибудь вот что вы любите какую-нибудь настоечку нас . я имею ввиду аптечную девочку пару капель да как настой валерьяны там настой чего-нибудь вот я настойку конского каштана себе добавляю пару капель в стаканчик воды после того как я по ритуалю со свечами я пью воду не к чай не кофе девочки да а восполняет именно вашу энергию чтобы вы не чувствовали что вы устали от ритуала со свечами именно надо попить воды туда можно добавить как раз таки какого-нибудь растительного экстракта многие кстати ведь мы пьют чаи и в захлеб дачи и чаи и чаи но и чай всегда не напьешься от этого но такой знаете можно раздутым быть поэтому просто воду я так считаю пить полезнее и какой еще совет от себя до используйте в косметике и в шприцах уколах красоты гуалуроновую кислоту девочки по медицинским показаниям конечно но потому что гуалурон к притягивающую воду нам нужно так поэтому подтягиваемся котики и для красоты полезно и в зеркало приятно смотреть и не перебарщиваем то есть сейчас много кто предлагает мезотерапии уколы красоты но девочки есть такие какие-то химические элементы там ботоксы и шмотоксы и всякая фигня нам это все не нужно нам надо этот чистый элемент гуалуроновая кислота и кстати есть еще такое омолаживание кожи на когда вам с вас берут в шприц плазму кровь потом на центрифуге отделяют от крови плазму и потом например вам где-то прокалывают ваши марма морщинки и вот это ваша же кровь ваша же плазма когда делают эту мезотерапию девочки уколы красоты либо гуалурон к гуалурон к она накапливается у вас под под верхним слоем кожи и и вы молодеете мои дорогие да это такие вот по практически как говорится советы почему бы не пользоваться если у вас где-то появились девочки морщинки которые вас смущают мимические когда вы там хмуритесь или еще что-то да все колитесь да но не так чтобы в менять свою внешность не меняйте не накачивать эти супер губы какие-то да потому что я вам скажу я не видела еще ни одного мужчину который бы ну так как-то вожделяй вожделенно смотрел на женщину с очень сильно накачанными губами потому что сейчас много девочки качают но когда это естественно да это очень красиво а когда уже где-то когда эта верхняя губа становится больше чем нижняя да я вам скажу сколько я замечала мужчины которые смотрят на этих женщин да они просто представляют как эта женщина и грубо говоря сосет все все больше по другим этим влюбленности вообще никакой нету а влюбленность идет именно к чертам через человеческого лица к мягким женским нежным чертам понимаете вот такие вот дела и вот такой вот крем я готовлю мои дорогие видите этот надо будет отжимать уже скоро мне отожму девочки растоплю масло шеи все это сделаю поставлю холодильник и у меня готовы полынный крем которым я буду мазать свое тело и потом садиться на метлу все котики это было такое вот видео